Добрый вечер, дорогие друзья, с вами передача про Пульс и ведущий Петр Ванник, это наш очередной выпуск. Заварите чаек, усаживайтесь поудобнее, приятного вам просморта, есть Пульс, есть Жиль. Друзья, мы переходим к 4-му дивизиону, у нас в гостях Эльдар Ольшинский, основатель, президент футбольного клуба Казанти. Казантип, Эльдар, рады тебя видеть, спасибо, что приехал. Почему Казантип? Казантип, мимолетное название, с ребятами сидели, выпивали, шашлык кушали, да-да-да. А фантазия лучше всего, что работает, когда раз наобум что-то придумалось, и так и пошло. Это наш стиль жизни, то есть, знаешь, ребят, которые любят в футбол и поиграть, и посмотреть, и, ясное дело, выпить с нормальной закусочкой. То есть, хорошо отдохнуть, время провести. А почему логотип такой вот, и кто не видел, вот сейчас наш оператор найдет, вот на ваших экранах логотип. Почему этот логотип, откуда он взялся вообще? Ну, смотри, ну, идем в ногу со временем, ну, это NFT, апы. Я плохо знаю, вот это можешь, чтобы расшифровать, да. Хорошо, есть, то есть, криптовалюта, есть сейчас ответвление, это у нас идет NFT. То есть, это, считайте, что это фотогалерея, фотогалерея, художественная галерея, только на просторах интернета. И это самая популярная обезьяна, ну, то есть, которая у нас на эмблеме. Вот, ну, и мы решили как-то совместить, чтобы что-то было необычное на пульсе. Понял. Эльдар, скажите, пожалуйста, вот, и публично нам ответьте, вот, почему у вас есть такие дерзкие такое, как бы, ну, объявления. Вот, Казантип, самая медийная команда, откуда это пошло? И почему именно это написали? Это степ такой, или это, ну, такие планы, или в чем? Ну, смотри, у нас планы, конечно, ну, у нас амбиции есть, именно в самом медиа. То есть, и заметьте, мы как только объявили по, вот, в Инстаграме я общался, когда, то есть, давал интервью, мы объявили, что мы самая медийная команда, это увидели у нас всего 98 подписчиков, ну, нас всегда кличут самой медийной командой и первой самой медийной командой. Все что-то сразу как-то задвигались, начался Инстаграм вестись, у кого-то реклама начала проплачиваться, кто-то начал формы, там, по два комплекта заказывать, вот. То есть, ну, хотим расшевелить игру, то есть, которую мы любим, футбол, все. То есть, это такая, типа, провокация? Да, это, это провокация, я же говорю, то есть, ну, опять же, у нас глобальные планы, но тяжело все равно сейчас вот с ребятами, с кем не общаюсь, то есть, с нашими, ясное дело, соперниками. То есть, я предлагал, вот, что на летнем кубке, сразу же. Продолжите, вон, вон, ребятам. Да, сразу же предлагал, то есть, ребят, давайте сделаем какую-то коллаборацию, снимем какой-то челлендж, то есть, поворотом побьем, там, и так далее, там, поснимаем что-то в ТикТок. То есть, ребята стесняются. Кто не стесняется, это моя любимая Сухачевка. То есть, Сухачевка сразу, как увидела у нас с Виталием Сонфаер, увидела, что мы будем делать турнир по челленджам, сразу мне пишет, что, когда и где, когда собираемся, вот. Поэтому за вот этот турнир, за первый круг, хотим наладить коннект со всеми командами, вот, ну, по максимуму, точнее, с кем можем, хотя бы с нашей четвертой лиги, то есть, есть у нас друзья и в первой лиге, и в высшей лиге, кого, вот, мы знаем, не понаслышке, не просто видели, то есть, а реально, то есть, то, что общаемся там и так далее, вот, будем создавать проект уже на YouTube, то есть, про футболь, ну, чемпионат футбольных будет челленджей у нас такой, ну, турнирчик, так сказать. Я думаю, мы готовы поддержать вам этот, наладить этот контакт, помочь, чтобы согнать, как бы, кавады, куда надо. На взаимовыгодных условиях. Использовать админ ресурс, полинг, ну, надо общаться всегда, понимаешь? Да, 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 да. Хорошо, друзья, вот такой у нас есть этот месседж. Я думаю, когда Ильдар придет к этому, мы сделаем объявление в наших ресурсах, вы увидите, услышите об этом челленджеры, сможете к нему турниру челленджеров присоединиться. Хорошо, теперь, Дрвай, вернемся все-таки к турнирной таблице. У нас есть четвертая лига, вот она, турнирная таблица на ваших экранах. Как вообще оценишь старт своей команды, ну, вот, твое мнение, как что? Слушай, старт для меня был реально непредсказуемым. Ну, то есть, я думал, вы же нас в летнем кубке, ну, затянули именно в нормальную, оказывается, такую мощную группу, когда мы посмотрели, что у нас 95% из них, 5% это мы с первой и высшей лиги. Я еще думаю, почему? Ну, всем непонятно, типа, что за команда Казантип. Вот, реально, то есть, я думал, мы лучше себя покажем. Ну, опять же, столкнулся с обычной проблемой, это организационные вопросы, это сбор команды, это тактика, это столкновение разных характеров тоже в команде, потому что надо было что делать? Добирать людей, потому что пульс летний кубок нам показал, что, ребят, вы десятером или двенадцатером ничего не сделаете. Чем больше людей собираются, тем больше, ну, идут вот эти конфликты внутри команды и так далее. Я хочу там играть, я хочу так играть. А что я так мало сыграл? Да, а что я так мало сыграл, что я на замене сижу, вот, а я еще не устал. Ну, вот, и поэтому, ну, движемся, думаю, уже ко второму кругу мы подойдем уже более с холодной головой, вот, более с какой-то игрой, потому что вот сейчас вот только начинаем что-то нащупывать. Эльдар, твой анализ, в эти выходные вы встречались с Патриотом вообще, что происходило на поле, вообще, кто такие Патриот в двух словах? Патриот, первая команда, вообще, по-моему, это вообще... Четыре-один вы проиграли? Четыре-один, да, 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 четыре-один мы проиграли. И видно было даже и на видео это видно, то есть, что у нас ребята вроде бы поживее, все бегают, ну, побыстрее, то есть, ребята нас раскатали, как в мини-футболе. Просто все четыре гола нас просто раскатали, вот, как мы играли, ну, я со своей командой играл когда-то на ФДО, то есть, мне вот представилось, что вот просто нас раскатали, как на мини-футболе. Ребята с опытом, то есть, физуха была не очень, а, ну, ребята просто на опыте в пас нас сделали, и все. Дали, так сказать, подзатыльника. Ну, и теперь исторический поединок, наконец-то, наконец-то, Казахстин. Добыл свою первую победу на пульсе, выиграли обоуховку. Толарис Козь, Денис, кто ты такой, что это за парень? Киос, Денис, это, да, это серьезный, кстати, наш персонаж. Это псевдоним или это там? Нет, это вот именно, у него вот такая фамилия, именно имя Денис, вот, он играл, играл за Ю-19, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, за Ильичовиц он играл, ну, вот, еще в Ю-17, либо Ю-16, вот. Поэтому, да, что, ну, хорошо бьет пенальти, что могу сказать. Хорошо бьет пенальти, могли реально больше забить, но вот просто уже не везло, потому что мы были поникшие после первой игры, вторая игра сразу внахлест же идет, вот. И вот просто этот мяч не летел в эти ворота, там, ну, реально счет должен был быть 4-0, 5-0. Вот эмоции, вот, все-таки, вот, после первой победы, как вот. Слушай, ну, хорошо отметили, это, так скажу, да, 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 очень хорошо. Да, 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 уже было, да, то есть есть, опять же, много материала, который готовится к выпуску, вот, поэтому, да. И еще такой вопрос, Эльдар, скажи, пожалуйста, а что это за представление, как бы, вот этих футболистов у вас на Инстаграм-канале, что там, как вот этот Остров Сокровищ, да, там, этот парень, там, этот самый, там, любит, там, да, 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 ну, с креативом. У вас что-то все любят, там, курить и бухать, как бы, это, есть у вас, который не курит, или все, или там такой дресс-код, так, ты бухаешь, куришь, все, подходишь, как бы, или нет? В принципе, нет, ну, не обязательно курить и бухать, главное, чтобы... Что, можно и не бухать, и у вас быть в команде? В принципе, да, если ты ментально, если ты ментально с нами на одной волне, в принципе, у нас есть ребята, которые не пьют и не курят, вот, ну, их очень мало. Круто. Это, это не ваша волна, да? Да, да, да. Хорошо, Эльдар, давай от тебя вот немножко, как ты считаешь, вы уже сыграли 5 поединков, кого считаешь лидером в вашем дивизионе по итогам сезона, кто, ты думаешь, что будет в троечке? В троечке, Ukrainian Team будет в любом случае в троечке, вот, будет придник сильная команда, то есть мы с ними играли предсезонку. Честно, Olympic 2 не видел, Olympic 1 знаю по собственному опыту, горькому. Вот, а, Уголек, вот, думаю, Ukrainian Team на втором месте будет Уголек, скорее всего, и третий Апритник, вот так думаю. Вот такой анализ, от себя хочу сказать, что вы видите самую турнирную таблицу, тут, мне кажется, все очевидно, тут 12 очков и потом 7, как бы, ну, вот эти три команды, конечно, ворвались вперед. Ну, там Уголек, насколько я знаю, там с минимальным вроде бы, да, перевесом выиграл у Ukrainian Team. Вот это был центральный поединок, я лично его снимал, комментировал там все 50 минут, поэтому смотрите на YouTube-канале. Я от себя хочу сказать, по этому поединку, вы знаете, вот Ukrainian Team, мое мнение, они не смогли связать 4 пасса. Вот, если вы посмотрите, у них 3 пасса потеря, 3 пасса потеря, но в этом поединке поиграли, и Уголек заслуженно победил. Кстати, там есть гол спорный, вот, ну, вы его посмотрите, это, не знаю, там залетел, он не залетел, потому что там было много споров. И что понравилось по Ukrainian Team, знаешь, вот, даже после того, как сыграли игру, вся команда собирается, тренер сразу после игры, сразу есть разбор игр, там, вот эти мотивационные речи, там, знаешь, там, давай-давай, ну, вот это подкупает, привет, привет Ukrainian Team и всему тренерскому штабу, а Уголеки красавчики обыграли, как бы. И Приднепровск, да, я, блин, пытаюсь, чтобы они проиграли, они играют, надеюсь, так будет и дальше. Молодые ребята там несутся и несутся, так, там не остановишься. Ну, такой, друзья, у нас был абсурд 4 лиги, мы идем дальше. Здравствуйте, друзья, мы переходим к второму дивизиону, турнирная таблица на ваших экранах. Герман у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Тот парень, который у нас стал судить больше на турнире Пульс, значит, если судит, значит, видит, как вы бегаете. И мы услышим его мнение о том, что происходит в дивизионе. Итак, мы начинаем с футбольного клуба Hunters Locomotive 2-0. Герман, ваша оценка об этом дойдет? В принципе, игра была кусючая, Locomotive такая подобранная команда, там есть неплохие исполнители и остальные, в принципе, все такие середнячки. Но тоже неплохо для уровня Пульса, это в любом случае неплохо. Hunters хорошие молодые ребята, они тренируются, у них тренер поклонский, да, тот, который тренировал в Днепр. То есть, это говорит о том, что тактически они оснащены все-таки лучше, подготовлены к матчу, я считаю, все-таки лучше, так как у них есть тренер и регулярные тренировки. И, в принципе, вот, как бы, заряженная банда, да. По игре, по игре, ну, я же говорю, игра была кусючая, и Locomotive цеплялся, были у них моменты ближе к ничейной, наверное. Но все-таки Hunters где-то, где-то моментами переиграли, повезло, забили, и здорово. Вот такой результат 2-0, я осудил эту игру, кстати. Также озвучу, кстати, ставьте оценки судям нашим, кто это не сделал, у нас в капитанском диалоге ставьте оценки, есть рейтинг судей, напоминая нашим телезрителям и тем, кто участвует или не участвует, что такая штука у нас есть. Динамо, соленая тополь, эту игру мы с Германом не видели, но от себя хочу сказать, что вот Динамо потерпело поражение, 2 поражения в эти выходные. Все равно продолжаю топить за Динамо, потому что это соленая, там где я родился, для меня это важен этот клуб, как бы он ни играл, всегда буду топить за эту команду, поэтому Динамо, я с вами, не вешать нос Гордомарины, давай вперед. Тополь сделал крупную победу. Идем дальше, поединок, Локомотив, Динамо, Герман, что скажете в этом поединке? Ну, этот поединок я судил, по-моему, нет, не судил, поэтому поединку сказать ничего не могу, потому что я другой матч судил, могу сказать просто вкратце, опять же, по командам. Локомотив кусючая команда с хорошими исполнителями, как я уже сказал, а Динамо это часть состава, да, из большого поля темпа соленого, то есть тоже кусючая команда. Я думаю, был поединок двух равных команд, но Локомотиву больше повезло. Но если более конструктивно, честно сказать, ничего не могу, не видел. Хорошо, идем дальше. Тополь встретился с Хантерсом. От себя хочу сказать, знаете, я не ожидал такой результат. Тополь один из лидеров, да, чемпионата, и вот они встретились с Хантерсом. И Хантерс в этом поединке доказал, что они тут не проходом, что у них серьезное намерение. Ваша оценка, Герман 0-2, Хантерс победит. Ну, несмотря на то, что Тополь выше в турнирной таблице, чем Хантерс, я считаю, что все-таки Хантерс посильнее, потому что Тополь, ну, это как бы не тот Тополь с города, который мы знаем, да, это ребята, которые живут на этом жилмассиве в основном. Они играют неплохо, но я считаю, что все-таки, вернусь к тому, что говорил, Хантерсу лучше подготовка, в принципе, к матчам, так как у них есть преимущество в виде тренера, который им и подсказывает, и разбирает соперника перед игрой. Я это лично знаю. В Тополе передаю привет лично Мудрику и всей команде, Диме Мамченко. Вперед Тополь, хорошая команда, думаю, там амбиции за чемпионство побороться есть. Идем дальше. Поколение Форца, ваша оценка? 4-4. Ну, честно, не могу сказать ничего. Они, вероятно, еще в сетке играли. Да, наверное. Ну, в сетке. Это стабильный счет для такого поля, сетка 4-4. Ну, не знаю, скорее всего, залетало, что от тех, что от тех, такие какие-то несуразные голы. Хотя, опять же, я ничего не видел, толком сказать не могу. Но команды хорошие, исполнители хорошие. В эту же тему в сетке также была игра Форца с КМД. С КМД потерпела поражение, и Форца в эти выходные провела неплохо. Взяли 4 пункта в копилочку, поэтому Форца молодцы. Я смотрю, со сбором у них в этом сезоне нормально. У них, как правило, были какие-то проблемы, там Сережа не мог собрать. А тут, смотрю, ездят плюс 5, как бы здорово, здорово, хорошо, как бы Форца молодцы. Хорошо, центральный поединок, один из важных поединков этого дня. Это был с КМД Альфа и Омега. Вот ваша оценка, ваше мнение о проявлении? Ну, Альфа несется, там 15 чей, первое место. Как бы у ребят дополнительный стимул есть на любую игру. То есть, никакой недооценки соперника, а тем более такого соперника, как с КМД. Потому что, опять же, тренер Николаевич, там, и команда, в принципе, готовится, тренируется. Альфа и Омега, там есть неплохие, неплохие, даже качественные футболисты, там, такие, как Заяц. В принципе, я думаю, что закономерный результат. Но я не знаю, на правду на каком поле они играют. Они играли на основном поле. Да, да, но я, мне кажется, незакономерный. Отскочила Альфа и Омега два поединка. Они обыграли СКМД, они обыграли поколение. Просто удачно отскочила. Как бы понятно, что должен был побеждать СКМД. Победителей не судят все равно. Три очка за ними. Да, конечно, это юмор. Поймите меня правильно. Альфа и Омега молодцы. У них отличный результат. У них первое место в турнировой таблице. Блестяще. СКМД Сергею Николаевичу передаем привет. Не вешать нос. Давайте, не расстраивайтесь. Получили, конечно, по зубам. В эти выходные. Но еще долгая дистанция. Я думаю, Николаевич со своей командой еще реабилитируется. По Альфе и Омеге, не знаю. Ну, ребят, ну, молодцы. Удивляете. Я все пытаюсь их не верить. Они удивляют, удивляют. Хорошо. От вас, Герман. Как вы считаете, кто в этом дивизионе все-таки в троечке по итогам? Ну, Альфа будет в тройке. Тополь будет в тройке. И я ставлю на Хантерс. А от меня, как бы, СКМД, Тополь, Хантерс, ну, Альфа и Омега рядышком, но четвертое место. Итак, друзья, видите, у нас молодежный антураж. Как бы бегите, как бегите, ничего страшного, все нормально. Как бы, молодежь, океан, океан, океан на пульсе. Друзья, мы приходим ко второму дивизиону. Очень интересная команда, мы собрались у нас здесь. Турнир на таблице на ваших экранах. Мы начнем обзор игр. Итак, Леонс, Титан, ваша оценка. Я судил эту игру. Ну, в принципе, у Титана как-то не получается, не получается играть на результат, скажем так, наверное, в этом сезоне. Им чуть-чуть не хватает. Они неплохо играют. Вот я уже третью или четвертую игру сужу их. И четвертую. И наблюдаю, что, в принципе, есть игра, есть какие-то такие светлые лучики в этой игре. Но вот в конкретном матче с Леоном, все-таки Леонс был сильнее. И я считаю, что закономерный результат, может быть, 3-1 должно было быть. Хорошо, пусть будет так. Но 2-0 закономерный результат. Леонс очень здорово играли. Вообще по Леонсу не могу понять, почему они на том дне турнира на таблице. Вроде смотришь по исполнителям. Ну, все-таки, как бы, ну, с понятием, как бы, ну, я не знаю. Ну, ладно, хорошо. Идем дальше. Петровиц с Демари 4-2. В этом поединке Петровиц потерпел первое свое поражение. До этого момента у них был 100% результат. Здесь с Демари их обыграли. Что скажете здесь? По игре ничего не скажу, скажу по Демарям. Демари очень-очень хорошие, исполнительно подобранные, очень быстрые, такие быстрые ноги. Здорово играют в пасе. Раз-два, раз-два, отдали, открылись, пробили. Ну, а Петровиц это более такая, как бы, старая-старая школа. И, наверное, чуть-чуть не хватило им быстроты ног, чтобы обыграть своего соперника. Хорошо, идем дальше. Демари Леонс. Демари Леонс судил эту игру. Если не ошибаюсь, счет был 4-0. И, по-моему, да, Леонс начали уже там отыгрываться. То есть они два мяча забили в конце. Да, 42-48. Ну, нет, был счет 3-1. 3-1 был счет, 4-1, 4-2. Ну, то есть уже, наконец, как-то Леонс где-то расслабились с Демари. Дали слабинку, дали провести сопернику пару неплохих атак. И тут закономерно все 100%. Демари, ну, реально переиграли Леонс. У Леонс еще была вторая игра. И они как-то на Титане, на самом деле, очень долго, по-моему, забить не могли. И потратили много сил. От себя дальше проведу анализ. Герман, я его не видел. Титан Петровиц, 4-1, 1-4. По-моему, я даже снимал этот матч или я другой снимал. Я уже, честно, по-моему, его снимал. Да, в онлайн-режиме он у нас был. Ну, что сказать. Ну, на данный момент вот так вот. Но Петровиц сильнее. И Титаны бились, как рыба об лед. И ничего не получилось. Хорошо, идем дальше. Ангел Сазан. Вот тут у нас затища. Нули на табло. Что скажете по этому поединку? Я сидел, так поглядывал на эту игру. Ну, нули, ну... Не знаю. Ангел сейчас, наверное, из команды среднего... Средний, да, на пульсе потихонечку начинает приобретать статус более сильный. Ну, это лично мое мнение, да. Сазан как бы один из флагманов, да, наверное, этой лиги. Но все равно они сейчас находятся, я считаю, не на том месте, на котором должны быть. Ну, наверное, был матч более-менее двух равных команд. Я так дам свою оценку. Были моменты, что у тех, что у тех. Не повезло ни тем, ни тем. Поэтому, в принципе, закономерно. Ну, Ангел, ну что ты творишь? Ну, что ты творишь? Ну, понимаешь, ну горят все ставки, понимаешь? Ну, ну сколько можно? Опять сегодня приехал в эти выходные и не проиграл. Опять не проиграл. С Торматом сыграли в ничью. Как бы тут сыграли в ничью. Набирает очки. Ну, я не знаю, вот как этот Ангел можно остановить. Даже уже не знаю, что можно придумать. Молодцы, блестящие. Красавчики. Давайте. И соглашусь с Германом. Действительно, Ангел из такого середнячка начинает, как вот, знаешь, бабочка рождается. Да, да. Кто-то рождается. Сколько она бабочка. Да, сколько она. Превращается в какой-то такой клуб более посоленый. Не, здорово, здорово начинает играть. Ну, мне кажется, это хаотично. Это вот до этого момента. Дальше будет, как обычно, проигрыш. Ну, наверное, будет так. Хорошо. Приднепровский Арман. Ну, Приднепровский я судил на прошлой неделе. Там был совсем ужас. То на этих выходных я могу сказать, что было лучше. И прямо вот 9-0 эту игру я судил. Прямо 9-0, наверное, должны были забить что-то ребята из Приднепровска. Неплохо играли. Не могу сказать, что плохо. Армат разобрал, на самом деле, вот в плане атаки. Просто очень здорово. Несмотря на то, что сетка. Какие комбинации. Голы пяткой. Удары там через себя. То есть все настолько было интересно со стороны Армата именно, что, в принципе, даже за Приднепровском, несмотря на то, что они неплохо сырали, в этой игре смотреть не было смысла. Потому что Арматы играли, ну, назову, на уровне пульса это было феноменально. В условиях сетки. Просто мне очень понравилось. Я доволен был максимально. Ну, вы такие лестные слова от Германа. Именно развитием команды доволен они игрой. Сазан в Приднепровск. Сазан в Приднепровск. Я эту игру тоже так поглядывал. Ну, вот, как бы, подъехали ребятам к Приднепровску. Ну, новые, я так понял, добавленные. Достаточно неплохого качества. У Сазана была тоже вторая игра. Но у Приднепровск, наверное, были злые на себя просто первые игры. Потому что я слышал там некоторые разговоры. Что мы там приезжаем, по 8, по 9 проигрываем. Это как бы не дело. Ну, подсобрались и, видимо, все-таки Приднепровску удобнее играть не в сетке. Потому что в сетке очень много атак, а защита у них, ну, командная страдает. Им, если бы они играли на поле более большом, то им бы было вот такие результаты, скорее всего, были бы большинство. Олегович после этого поединка был очень рад этой победе. Потому что, говорит, вышли не настроены. Да, как бы, и так вот трудная победа. Трудно дала Сазану именно эта победа. Как бы, очень хороший, конкурентоспособный матч был со стороны Приднепровска. Ну, в этом втором своем поединке. Хорошо. Последний поединок Армат-Ангел. Как вы считаете, закономерен результат? Ваше мнение, ваша оценка? Были моменты у Ангела очень-очень-очень хорошие. В принципе, игра могла закончиться как в сторону одних, как в сторону других. Я думаю, что все-таки результат закономерен. Армат, мне кажется, немножко... Ну, не то, что недооценили соперника, но, наверное, все-таки вышли на одной ноге. Ну, у меня такое ощущение сложилось по игре, которую я видел. Турнир на таблице, на ваших экранах, вы видите, какой безумный у нас закрученный сюжет. Герман, ваша оценка все-таки, кто в троечке будет, кто лишний на этом празднике жить? Петровец, Армат, Демари. Петровец, Армат, Демари. То есть Сазан будет мимо, Ангел будет мимо, да? Ну, что-то кажется так, да. Я тоже согласился, Ангел тоже мимо спешусь. А вот дальше, как бы, вот мне из этих четырех команд, Демари, Сазан, Армат, Петровец, вот, тяжело кого-то отбросить. Ну, вот, мне кажется, это будет несподиманно, но я свой прогноз даже делать не буду. Хорошо, друзья, мы идем дальше. Итак, друзья, мы переходим ко второму, к первому, к первому дивизиону. Турнирная таблица на ваших экранах. И начинаем мы наш обзор с игры «Звезда Феникс». Как вам результат, Генер? 7-1, ну, я удивлен, я не видел, честно говоря, этого результата, не заходил в группу, но вот сейчас вижу 7-1. Как-то, как-то непонятно, что с «Фениксом» случилось именно в этой игре, либо по сбору какие-то проблемы, ну, потому что по исполнителям не должно было быть такого счета при любом, там, раскладе. Я не знаю, скорее всего, не приехали люди. Но «Звезда» – это хороший клуб уже устоявшийся, да, «Феникс» – это тоже уже хороший клуб устоявшийся. В принципе, счет такой не должен быть. Я не знаю, проблемы, скорее всего, именно со сбором были. Ну, знаете, я смотрел эту игру, она была в правом эфире на YouTube-канале, сам не присутствовал, смотрел. Ну, знаете, думаю, зайду, просто посмотрю. Ну, зашел и залип. Залип, потому что, блин, ну, было интересно. Ну, интересно было только со стороны «Звезда». У них все получалось. Они выбегали в такие блестящие контратаки и забивали там и так, и сяк, и этот. Отметил бы Солодкова в этом поединке. Может, он не так много забил, но он очень много отдал. Вот, знаете, вот, как правило, он был таким, ну, мое мнение, он был таким, знаешь, жадным все-таки. Ну, нападающий, наверное, должен быть. Да, и эгоистом. Тянул на себя, сам пробивал, но тут он больше отдавал. И это помогало команде. И в целом, блин, ну, блестяще, конечно. У «Звезды» получалось все в этом поединке. Ну, вот как-то вот так вот было, как бы, бенефис одного актера. Хорошо, поединок, который непосредственно вы судили, «Легион», «Олдгвардия», а что происходило здесь? Ага, ну, сложно сказать. Какая-то растерянность была, мне кажется, в рядах «Гвардии», именно в игре, да. Вроде бы начали нормально, но четвертая минута. Бубух, провал в обороне, гол. Четвертая минута. Бубух, провал, гол. 2-0. «Легион» уже вот так с распростертыми объятиями ждет 3 очка. На быстрых ножках, на уверенных, потому что счет 2-0 позволяет играть так, как они хотят. Раскрепостились. Неплохо играл «Легион», неплохо играла «Гвардия». Но все-таки мое мнение, что «Гвардия» просто была растеряна именно вот двумя голами на четвертой минуте. Потом подсобрались, забили гол со штрафного, забили гол в конце первого тайма, практически там под свисток. И во втором тайме уже добили тоже неплохим ударом. Забил мой знакомый, с чем я его поздравляю. Очень хороший гол, важный, победный. Ну, а «Легиону» не расстраиваться. Кто забил? Саша и Щук. Я считаю, что «Легиону» при такой игре, как у них была, не стоит расстраиваться, продолжать дальше развиваться. Но самое важное, что если они выскочили, забили два гола в первом тайме, здорово играли первый тайм, то во втором тайме «Легиона» практически не было видно. Чтобы подтвердить мои слова, вы можете посмотреть второй тайм и поймете, что реально «Гвардия» их закрыла там по всем фронтам. Я не понимаю, что происходит с этой командой. Вот это уже не первый поединок. Они с бункером начали играть тоже. Та же история была. 2-0 они повели. Причем они рвали этот бункер, как тузик тряп. Я играл в этой игре. Как бы, ну, как бы, рвали их, как тузик тряп. А потом что-то скуксились, сдулись, блин. Я не понимаю, вот тоже тут, да? Вот команда, которая умеет забывать быстрые голы, ну, потом вот, ну, они не умеют удержать счет, как бы. Ну, вот это, конечно, ну, хочется, чтобы в этом компоненте «Легион» себя как-то, не знаю, ну, как-то, как-то проработал какую-то схему, как бы, как действуют такие случаи. Хорошо, идем дальше. Вот, опять же, тот же «Легион» встретился с «Фениксом». Что скажете здесь? Ну, «Феникс» видно по выходным, да, что я подтверждаю свои слова, что, скорее всего, была какая-то проблема именно с составом. Потому что, вы не знаете вообще, была проблема с составом или нет? Ну, нету братьев Романяков. Ну, это не проблема, я не могу говорить все инсайды, как бы, да, но... Это не проблема прямо для «Феникс». Да я знаю инсайды, я думаю, все, кому надо, те знают. «Легион», опять же, это была вторая игра их. Я думаю, что разозлились, что глупое поражение 2-0 вести, 3-2 проиграть, и собрались на «Феникс», который в этот момент, после поражения 7-1, был не в самом лучшем состоянии своем. Ну, и вот такой результат поэтому. Я думаю, что где-то не на свежей голове играл «Феникс», и где-то на плюс мотивации играл «Легион». Дмитрий Фахиров, не расстраивайся, дружище. Я понимаю, где-то предполагаешь, что ты переживаешь. Понятно, что когда есть амбиции, есть заряженность перед сезоном, там, бороться за чемпионство, и тут такие, как бы, результаты. Конечно, это тяжело переносит, но уверен, что ты сильный, что ты справишься, как бы. Я помню, когда-то вот на этой площадке вы проиграли, по-моему, два поединка, набрали одно очко, но потом приехали на все еще выходные и взяли две победы и прошли в одну восьмую в Кубке Пульс. Надеюсь, что похожая ситуация будет в этом сезоне, что «Феникс» все-таки, как бы, ну, будет фаворитом в этой лиге, пока вот эти выходные провальны, но не надо на этом ставить крест. Идем дальше. «Олд Гвард», «Звезда», что скажете по этому поводу? Ну, общался с ребятами и с той командой. Ну, в принципе, ребята говорят, что «Гвардия» говорит, что моменты были у них, «Звезда» говорит, что моменты были у них, то есть там особо ничего не поймешь. Но я хочу просто вам напомнить, что «Гвардия» играет уже четвертые, ой, вторые выходные, четвертую игру подряд без вратаря. То есть у них стоит полевой игрок, нападающий на воротах, и при таких результатах надо отдать им должное. По игре, по игре тяжело судить, потому что только разговоры, но как высказываются те, кто смотрели, то говорят, что результат более закономерен. То есть 1-0 ближе, чем ничья. От себя, хочу сказать, тоже не видел эту игру, конечно, но скажу-ка, конечно же «Гвардия» отскочила. Конечно же «Звезда» должна была там побеждать. «Гвардия» как бы с Надюком, Колей и Слаки просто вот отскочили. Вот им больше повезло, да, как бы. Ну, а по футбольному, ну, мы все понимаем, что «Звезда» должна была в этом поединке побеждать. Идем дальше. «Ян Бойс», «Бункер», что в этом поединке происходит? Очень понравилась игра, я ее судил. И «Бункер» понравился, безумно нравится вообще, как они играют. Это что-то по типу «Армата», вот, да, вот они две похожие команды по стилю. И «Янг Бойс» понравились. Но все-таки я даже считаю, что «Бункер» был немножко посильнее в этой игре. Наверное, наверное, я склоняюсь к тому, что «Бункер» должен был победить. Но характер и невезение, да, вернее, везение и характер повезли, помогли «Янг Бойс» получить одну очку. Также, если уже завершить общение по «Янг Бойсу», «Янг Бойс» встретился с «Санрайсом». «Санрайс» в этом сезоне выступает как поставитель очков. Знаешь, как бы, а тебе нужны очки? Ну, так сыграй с «Санрайсом». Поставитель очков, пока так получается, так, 4 очка у «Янг Бойса». Молодцы, хороший результат, как для них. Да, «Бункер» был один из претендентов на первое место, и они тоже остановили его. В целом, очень хорошо себя проявили. Что скажете по «Санрайсу» вообще? Ваше мнение, ваша оценка? Ну, я так понял, что это как сплав «Санрайса», который был в прошлых сезонах, плюс игроки из такой команды, как АТС, «Азов Тракс» сервис была. Я видел просто под манишками, там были футболки у них. В принципе, неплохая бандеха, неплохие ребята там играют, некоторых я знаю. Но все-таки это ближе, то есть это как «Ангел» два сезона назад, два-три сезона назад. Более средняя команда, ну, для меня. Сухачевка «Санрайс» 4-2 Сухачевка победила. У Сухачевки, да, во-первых, дело такое, отмечали кубок. Во-вторых, сбор был, честно говоря, ну, не прям такой сладкий, чтобы закрывать там «Санрайс» в 5-6-0. Поэтому результат закономерен 100%, Сухачевка флагман турнира «Пульс» – один из флагманов, да. Сухачевка – это бренд, как вы любите говорить, уже 5 лет я с «Пульсом» больше и все время это слышу. Я с этим согласен. Я говорил так, все, больше не буду так говорить. Конечно, всегда. Ну, Сухачевку с победой, а «Санрайс» не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Нашим телетерриторам напоминаю, что вот на этом поле в субботу проходил кубок в честь Антона Каминского, который, человек, который играл за футбольный клуб «Сухачевка», он погиб в 2014 году. Это уже, по-моему, 9 или 8 лет подряд происходит этот кубок на этом поле. Там было 8 команд, и в призы вошла, кстати, вот «Сухачевка» стала обладателем кубка. «Сазан» – второе место, «Пантеры» – третье, вот так вот распределились. Как бы, я думаю, в следующем году у нас будет юбилейный этот турнир. Как бы, Каминского может сделать его еще как-то вот более как-то помпезным. Две группы по 8. Да, доживем, доживем, увидим. Как-то так. И центральный поединок, друзья, мы переходим к нему. Это «Бункер», «Сухачевка». Это была просто вишенка на торте, ваше мнение? 3-0 вели, я параллельно судил эту игру, но слышал крики. То есть, я понимаю, какой накал эмоций был, какой накал страстей. По игре ничего не могу сказать. Могу сказать только то, что 3-0 вел «Бункер», а «Сухачевка» как «Сухачевка» в своем стиле. Задавили характером. Бордун, несомненно, лучший рок-матч, это мое мнение, потому что человек там забрал мяч у своих ворот, пробежал, пронесся с языком на плече, отдал эту голевую передачу, последнюю, да, 4-й гол, когда забивали. Ну, я же говорю, «Сухачевка» в своем стиле. Таким командам, как «Бункер», которые играют в пасик, там, они борются, я не говорю, но «Сухачевка» все-таки такие массивные ребята, которые борьбу никогда стараются не проигрывать. Я думаю, что это и повлияло на результат этого матча. То есть, именно борьбу проиграл «Бункер», и поэтому… Друзья, чтобы вы понимали, что происходило на поле, 45-ая минута, счет на табло 3-1. Остается 5 минут до конца, 5 минут. И за 5 минут Сухачевка, ну, согласшусь, что Бордун стал игроком матча, подписываюсь под этими словами, этот его проход и голевая передача уже на последней секунде, и просто, ну, Сухачевка перекусила. То есть, а «Бункер», ну, вот, не смог выдержать этот натиск, как бы, и упустил уже, можно сказать, игра, которая была… Ну, тречка в копилке, да, да, 3-0. И, кстати, если бы «Бункер» выиграл в эту игру, игру теоретически, то они бы единолично возглавили бы турнирную таблицу. А сейчас ситуация закрутилась, сейчас Сухачевка возглавляет турнирную таблицу. И теперь от вас, Герман, ваш прогноз в этой лиге, как вы считаете, давайте вот пятерочку назовите. Сухачевка, «Бункер», «Гвардия», «Звезда». «Звезда», «Звезда», если бы я знал, с кем играет «Янг Бойс» и «Легион», я бы мог сказать откровенно, да, и честно. Ну, это еще же второй круг. Да, ну, вообще, мы же по первому кругу говорим или в целом? В целом, в целом. Тогда Сухачевка, «Бункер», «Гвардия», это не по местам, вообще, просто пятерочка. Пятерочка, да. «Янг Бойс» и… ну, рискну, пусть это будет «Феникс». Все-таки «Феникс» назвали? Пусть будет так. «Звезду» не назвали, да? Да, ну, я могу… Хорошо, а теперь с этого списка еще две команды выкиньте, троечка. Еще две? Троечка. Тогда Сухачевка, «Бункер» и «Гвардия». От себя хочу сказать, что «Гвардия» в этом сезоне не вижу их в тройке. Ну, не вяленько как-то, вяленько-вяленько, честно, как бы ожидал от них большего. А вот «Звезда» удивляет, я думаю, «Звезда» будет в троечке. На «Сникер» спорим, что «Гвардия» будет в тройке? Да я уже столько «Сникерсов» проиграл, не буду. Тогда на «Баунти». На «Баунти» давай. Ставлю, что «Баунти», что «Гвардия» будет в тройке. Ставлю, что будет. Друзья, мы пообщаемся сейчас о высшем дивизионе. Турнирная таблица на ваших экранах. У нас снова в гостях Владимир Лютый. Здравствуйте, Владимир. И Максим. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Футбольный клуб «Винер». Это та команда, которая сейчас возглавляет турнирную таблицу. И вот у них 100% результат. Единственная команда в высшем дивизионе, которая имеет 5 игр, 5 побед. Владимир, как вам вообще результат? Все закономерно? Да, все закономерно, все по делу. Мы к этому шли очень долго. Стремились, работали. Отдавались этому. На текущий момент команда очень хорошая собралась. Ребята на поле, все друг за другом. Тренерский штаб у нас отличный сейчас. А кто входит в тренерский штаб? Вот один-единственный человек, и выставлять его. Как бы все по делу. Были сложные игры, были чуть полегче игры. Но если в целом брать, да, результат закономерен. Максим, вот если уже затронули тренерский штаб, как давно вы вообще с Винером, с этой командой? И какую роль вы играете в ней? Ну, с Винером я встретился еще, по-моему, в далеком 2014-2015 году. В 2013-м? В 2013-м. В далеком. Но вы играли в составе или так просто узнали об этом клубе? Нет, я как раз на тот момент был в отпуске или в свободном плавании. Уже точно не вспомню те годы. И, по-моему, у меня Влад Зайцев подтянул, говорит, поехали, поиграем. Как раз тогда какой-то кубок проходил. Я тогда, не помню, одну или две игры сыграл. И уехал дальше заниматься своими делами, так сказать. А потом уже со временем, когда футбольная карьера затихала, все ребята с района и вернулся обратно к этому коллективу. Максим, немножко давайте копнем о вас. Где вам лично удалось поиграть? В каких командах вы играли? Вот немножко о вашей футбольной карьере. Я не скажу, что у меня прям очень яркая карьера футбольная была. Но есть что вспомнить. Ну, расскажи. Сказать, в высшей лиге Украины мне не далось поиграть. А так, в дубле, вторая лига, первая. В высшем дивизионе мне удалось поиграть только в чемпионате Литвы. А в первой лиге за кого играли? За команды? Или было много? Сейчас не вспомните или вспомните? Я вспомню, что в первой лиге играл долго за Нефтяника, Коктырку. В Николаеве играл. Ну, короче, футбольный такой, да? Да, немного есть. Повидел. Владимир, какой вообще у вас средний возраст в команде? Вы старые или молодые? Какие у вас шо у вас? Ну, нет, мы уже значительно молодились. Если раньше, год назад у нас, года 33, наверное, был средний возраст, то сейчас... Ну, да, ты на дно тянул нашу заявку. Да, я понял. 33,4, по-моему, было. Да, мы высчитывали, по-моему, было 33,4. Сейчас, наверное, уже годы 25-26, не выше, не более. А скажите, а где пропал Кравченко? Вот он был несколько сезонов капитаном, сейчас не видно его. Как у него здоровье вообще? Вот именно, наверное, по причине здоровья, как бы, немножко отошел отдел. Но надеемся, что скоро он к нам присоединится. Верим, верим в это. Ну, кстати, страничку в Инстаграме есть, правда, в ООН ведет до сих пор. Не с новой на пару. А, с новой, да. Хорошо, Владимир, расскажите немножко вообще о Виннере. Когда был основан клуб, кто стоял у истоков, почему Виннер, вот немножко об этом. Организовались мы в 12-м году, ноябрь 12-го года. Начали мы с Миньки. Из тех ребят, которые там были, сейчас нет никого, кроме меня. Зайца не было там? Не-не-не, Зайц появился у нас в 13-м году. На следующий, 8 на 8, когда мы заявились. Первый сезон в Миньке мы играли в стрелке, я не помню, под эгидой кого или чего. Кучер Максим проводил этот турнир. А, ну это тогда были такие и не федерации, и никто, как бы, да, там были. Да, 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 в общем, да, съели его потом. Стартовали очень плохо. Вернее, весь турнир провели очень плохо. Последнее место заняли. То есть, вы знаете вот эти команды, можете понять, о которых там сейчас внизу, там болтается что-то, да? И был период такой, что после первых семи проигрышей, я уже, не знаю, сказал, что, Оксан, если мы следующую игру не выиграем, то все. Играли с первым местом мы, и мы выиграли. И мы вот, ну, благодаря, не знаю, с течением обстоятельств, таких или чему, как были судьбе, вот мы выиграли ту игру, остались и продолжили. Следующий сезон мы тоже играли Миньку, уже лучше летом это было. И на следующий турнир, это уже первый турнир, которым мы заняли призовое место, это был турнир 8 на 8, здесь он проводился. Тоже кучер. Тоже кучер, да. Мы играли в финале с Легионом, проиграли им по пенальти, но это был первый турнир. Легион это там Дегаджимон или? Да, 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 да. Первый турнир, которому заняли призовое место, и вот с тех пор, как бы, по чуть-чуть, по чуть-чуть к вершинам мы шли. Ребят, вот это месседж для вас, как бы, если вы даже проиграли уже свои 5-6 поединков, как бы, не вешайте нос, не падайте духом. Да, вот на примере Винера, можно сказать, как бы, если ты не перегоришь, а все-таки пообщайся с женой, скажи там, жена, мы выиграем, как сделал Владивер. И давайте следуем в эти поединки, я думаю, те команды, которые проиграют, особенно в этой лиге касается, наверное, Пантер, давайте выиграем. Хорошо, друзья, давайте теперь мы немножко сейчас пробежимся по тому, что происходило в эти выходные. Вот-вот-вот, сейчас я листаю, найду эту игру. Максим, вас прошу, поединок такой, сталь тарамская, вообще, что вы думали до поединка, и что можете сказать по результатам 2-4 выиграла тарамская? Ну, по этому поединку... Ну, в целом, о команде там, о Тарамском, устали какие-то мысли ваши? Ну, в целом, я ожидал равной борьбы, она, в принципе, игра и показала, более-менее равная игра была. То есть, ну, тарамская мобильная команда очень ужасно стартанули, а, как говорится, раненый зверь еще опасней. Поэтому они, как бы, я не скажу, что больше заслужили эту победу, больше проблему стали с составом было. То есть, я посмотрел, у них не собрались все, ну, не все, большинство ключевых игроков. Ну, и даже по этой игре они имели довольное количество моментов забивать, просто где-то не фарт, ну, и сыграли быструю мобильную гитару, скажем. Что скажете вы, Владимир? Смотрел только обзор игры, но, в моем мнении, Сталь не заслужила поражения. По количеству моментов, которые они создали, минимум не меньше, чем Таровская. Ну, не знаю, чего-то не хватило. На самом деле, у обоих команд сумасшедший атакующий потенциал, но проблемы с обороной есть и у тех, и у других. И причем это бросается, вот, достаточно обзора посмотреть, для того, чтобы, как бы, это понять. Но атака очень-очень сильная у тех, и у других. Повезло больше Тарамскому, как по мне. О себе хочу сказать, в воскресенье общался Шукайлов, да, он приезжал с ребенком на монтажника, они играли в субботу, и он сказал такие фразы, что, типа, вот это все там, типа, случайно, что произошло в этой поединке, что произошло с Соловейниками, вот мы во втором круге, там, заряжены, там, в плане того, чтобы побеждать у всех. Ну, посмотрим, посмотрим, как это будет. А от себя хочу сказать, что, мне кажется, мое субъективное мнение, что Тарамская, ну, победила, потому что победила, потому что больше хотели, вот поэтому и поделили. Конечно, Стали очень хороший коллектив, но в этом поединке было так. Идем дальше, Максим, расскажите, Новокадацкий, Прайд, вот эти две команды, 1-0, что-то, мысли ваши об этом поединке? Мои мысли. Новокадацкий, это все время славился своей организованностью, бойцовскими качествами, как бы, никогда они не хватали там звезд с неба, все время. Не хватали, только стали чемпионами в прошлом сезоне, а так и, да? Ну, то же самое за счет напора, страсти, организованности и бойцовских качеств. То есть, более-менее у них все время был один и тот же состав на тот момент. Сейчас они уже пытаются вводить какие-то новые лица в состав, в команду, ну, а это дает свои плоды, так сказать. Сейчас настолько поднялся уровень именно этого чемпионата на данный момент, что одного желания, борьбы и страсти уже немного не хватает. Согласен, да? Да, уже иметь какое-то мастерство футболиста, чтобы добывать результат. Ну, Владимир, ваше мнение, Новокадацкий год назад, Новокадацкий сейчас, насколько повлияло на эту команду, вот это все-таки, там, ну, часть игроков, которые ушли в Соловейники? Ну, вот ваша... Ну, весьма сильно повлияло, потому что коллектив был слажен и несколько сезонов играли все вместе, отход четырех-пяти игроков, ну, действительно, Максим правильно сказал, очень сильно сказался на них. Сейчас сводятся постепенно новые игроки, но в любом случае интеграция быстро не произойдет с положительным исходом. Учитывая, сколько количество команд, то и игроков тяжело найти. Сорок команд, все, куда поразбредались, и это надо, как муху на лету поймать, грубо говоря, хорошего футболиста. Да, надо звонить с кем-то там, договариваться, отдайте, отпустите, если да, да, нет, нет. Еще раз вопрос к тему. А кто вообще у вас занимается в клубе с селекцией? То есть, как бы, ну, кто ищет этих игроков, смотрит там, вот, как вы говорили, звонит, предлагает, ведет приговоры. Кто это лицо, есть ли в клубе или это много лиц? Сообща, как бы, советуемся. Где-то там Вова заметил кого-то, где-то вместе заметили, где-то я кого-то заметил. Ну, то есть... Ну, то есть, ну, работа постоянно ведется в этом, ну, в этом ключе, как бы, ну, клуб не останавливается, да, как бы? Держит руку на пульсе. Нет предела совершенства, то есть, есть какие-то позиции, которые там хочется усилить. Ты начинаешь там даже здесь что-то искать, подбирать, там, какую-то игру посмотреть, может, кто-то выделился, кто-то больше понравился. Ну, то есть, здоровая конкуренция никогда никому не мешала, тем более, учитывая, что 22 человека может быть в заявке. Это дает только положительный стимул и плюс, и толчок. Вова, что скажете вы? Ну, правильно Максим сказал, процесс селекции должен идти постоянно, потому что хоть на один сезон остановишься в этом плане, все, тебя отбросят на 2-3 места ниже. Мы уже это проходили буквально год назад, когда мы остались тем же составом, которым побеждали два сезона подряд, и действительно это сказалось. Да, заняли четвертое место, напомню, нашли перезарядка. Мы просто пропустили тот момент, когда надо было омолаживать состав, чуть-чуть вводить игроков. Не обязательно сразу полкоманды сменить, но по 3-4 человека, более молодых, более быстрых, более шустрых, надо вводить каждый сезон. Для того, чтобы это было более-менее безболезненно. Ребят, вот совет вам, как бы, вот Сухачевка тоже не вела ничего, и вот выкатилась туда в первую лигу. Мы тоже к этому были близки, на самом деле. В последнем туре это все решило, смогли быть вместе с ними. Да, 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 сезон, конечно. Хорошо, давай, Вов, твоя оценка, Олимпик, Соловейники, вообще, как бы, об этих командах, особенно Олимпике, что ты думаешь? Все их хитрят, говорят, это команда, которая должна вылететь. Это точно не наше мнение по поводу того, что мы их будем хитрить. У нас достаточно хорошие отношения с этой командой. Мы не то, что, скажу, восхищаемся ими, но то, что есть, что можно взять от них, это да, это в первую очередь характер. Люди никогда не сдаются, и это так настолько подкупает, люди даже при счете 6-0, там условные, 3-0, 4-0, они никогда не перестают играть. За это им просто огромное спасибо, они в этом плане умнички. Очень хорошая команда, она действительно заслуживает играть в высшей лиге, как у нас в группе. Несколько человек написали об этом Дима, если не ошибаюсь, Соловейников. Это действительно так. Только хорошая команда сказать об этой команде. Да, не хватает в некоторых моментах, в некоторых играх нескольких более мастеровитых игроков, но я думаю, они с этим справятся и к этому придут. И найдут усиление для своей команды, для того, чтобы бороться за более высокие места, чем они есть сейчас. Но на самом деле замечательная команда. Максим, ваша оценка Олимпик-Соловейники 2-5 по этому поединку? Ну, здесь это, я повторюсь, Олимпик сделал все, что смог, сыграло мастерство и класс футболистов. Просто в этом, это чуть-чуть, так сказать, неравные команды. Тут даже, ну, нечего добавлять. Олимпик сделал все, что смог. Хорошо, давайте тогда перейдем, Максим, с вас начнем, к центральному поединку. Мы закончим то, что было на той неделе, но мы чуть-чуть вернемся в историю. Вот Соловейники встретились с вами, с Винером. Максим, ваша оценка, как вы подошли, как вы готовились к этому поединку и как все прошло на поле, все ли получилось, то, что хотелось. Ну, вот немножко анализа от вас. Ну, в принципе, у всех еще в памяти остался финал с Соловейниками. То есть, поэтому мы к этой игре готовились, знали, что будет нелегко. Плюс, вроде заявка наша, грубо говоря, такая же и осталась с Кубка, но в силу каких-то обстоятельств, болезней, травм. То есть, пока мы не можем собрать 16-17 человек на игру, довольствуемся тем, что есть. Мы с этого уже исходили. То есть, с шашками на голову уже не бежали, потому что это могло быть для нас чревато. Ну, а план на игру, я думаю, мы выполнили по максимуму, учитывая количество моментов, опасные атаки. То есть, ну, игра была ровная. Максим, скажите, а вот просто до понимания. Вот вы при счете 1-0, когда вы выигрывали, вы сведомо видали инициативу Соловейникам? Так получилось, что я просто смотрел этот матч, тоже как бы там был момент, что они все-таки играли первым номером, а вы, когда забили, стали играть, как бы, ну, вот, ну, вторым номером, может быть, на контратаках, или это, как бы, так получилось? В принципе, и с первой минуты играли вторым номером, потому что, я же еще раз повторюсь, в силу обстоятельств и количество наших замен и качества, ну, то есть, мы изначально строили игру по такому принципу, потому что у Соловейников собирается по три состава на каждую игру, и за счет этого они спокойно держат темп, особо не теряя в качестве замен. Поэтому изначально у нас был план такой на игру. Если мы в финале, то есть, постоянно оказывали на них давление, бежали, присоединовали. То здесь вы приняли решение играть? Да, мы, так сказать, отдали им инициативу, а сами пытались уже выходить в контратак и использовать зоны за их спинами. Вова, ваши эмоции, ваше мнение об этом поединке, поделитесь. Мы очень хотели взять реванш за финал, это в самой первую очередь. Ну, это Вова хотелось взять реванш. Остальные, как бы, так. Остальные хотели проиграть, да? Мы, как бы, турнирная дистанция длинная, поэтому мы о реванше не думали. Это не финал, скажем так, где надо брать реванш. Тоже, Максим правильно говорит, идем от игре к игре, как бы, задача, естественно, одна чемпионство. Ладно, если к игре вернуться, то, ну, в большей степени, да, это была, наверное, тактическая победа. На самом деле, Максим все правильно сказал, исходя из того количества игроков, которые у нас было, к сожалению, на этой игре. Действительно, мы очень, очень многих не досчитались. Была правильно выбрана тактика игроками. На поле она была на 100% все выполнена. Вот, благодаря этому, как бы, и смогли достичь победы. Хорошо, Владимир, давайте перейдем к поединку, который произошел в эти выходные. Ну, вот, вы встретились с Пантерами. Немножко анализа от вас. 6-0, крупная победа. Что происходило здесь? Двумя предложениями. На текущий момент разница в классе между командами настолько велика, что... Игра была до первого гола. Просто даже посмотреть обзор, ребята уже все. После первого гола они поняли, что... Или силы в себе моральные какие-то физические не находили. Они даже на игру без замены, если не ошибаюсь, приехали. Ну, да, да, да. Вратарь начал мандражировать, совершать глупые ошибки. Там, два или три гола, действительно, на его совести. Одно к другому. Но, на самом деле, это следствие того, что на текущий момент большая разница в классе между командами. То есть, как бы, Пантеры, Пантеры, надо им в первое поиграть, ну, ваше мнение, или как? Ну, если ничего не произойдет такого кардинальных изменений, если вдруг там Никита не вернется, условно говоря, если вдруг не вернутся те игроки, которые от них ушли в этом межсезонье, то да, это как бы первый претендент на вылет. Ну, посмотрите на их игру и посмотрите на игру других команд. Ну, да, причем вам без напряга в этом поединке, как бы, так вот, на полусогнутый, знаете, да? Максим, ваше мнение об этом поединке? Да, ну, в принципе, здесь добавить нечего. Совсем разный уровень команд, класс футболистов. Ну, то есть, они пытались оказывать какое-то сопротивление, но до поры, до времени, до первого гола, там дальше уже без замен, тем более, ну, в нынешнем чемпионате это без варианта, вот, играть на одном уровне 50 минут. Согласен, как бы, пантерам, конечно, желаю, вот, скоро откроется трансферное окно, надеюсь, все-таки, знаете, клуб так бурно начал, такое развитие, вот сейчас какая-то небольшая стагнация, надеюсь, что кто-то там поговорит опять с женой, да, и там они решат, что пять, пять ворожений подряд это хватит, и начнут набирать, поэтому желаю, пантерам, все-таки, как бы, развиваться и показывать конкурентный футбол в высшем дивизионе. Хорошо, друзья, теперь еще раз посмотрим на турнирную таблицу, вот, вместе с ребятами из Виннера. Можно, вот, пару слов от каждого из вас, вот, о футбольном клубе Прайд? Вот, что это за команда, вот, в вашем? Ух, так сразу и не ответишь, как бы, не знаю, если сравнивать с прошлым сезоном, когда они заняли, если не ошибаюсь, второе место, почему команда прошла без поражения всю дистанцию, причем, я не знаю, на секундочку, Пантеры были третьи, Прайд был вторым, и вот в этом сезоне все, все меняется. Я думаю, что вырос уровень остальных команд. А, и Новокадатский, я извиня, смотри, Новокадатский, Прайд и Пантеры, они были точно так расположены, точно так, один в один, только в конце. Продолжение того, о чем я начал говорить, что уровень остальных команд вырос, а этих остался или на том же уровне, или упал. То есть, та же игра с Прайдом, когда мы играли в первое выходное, если он ошибается, ну, вроде бы, неплохо ребята двигаются, вроде бы, что-то получается, но чего-то не хватает. Для того, чтобы, как бы, полный анализ сделать по их игре, это надо вот взять пять игр, просмотреть, не только просмотреть обзоры их, тогда можно сделать какой-то конкретный вывод. Но в данном случае, считаю, то, что уровень остальных команд вырос, их остался на том же месте. В чем причина, почему нету роста, я не готов ответить, надо смотреть играть. И почему три команды. Хорошо, Максим. Прайд, он больше, ну, видно, что команда грамотная, но, и, опять же, видно, что люди больше с мини-футболом. То есть, они вроде все делают правильно, но пространства в два раза больше, и людей на поле в два раза больше, и поэтому это им чуть-чуть мешает. А так, ну, в принципе, она мобильная, знает, что делать с мячом, но, учитывая мини-футбол и эту площадку, из-за этого чуть-чуть разница им играет, им тяжело перестроиться. По мини-футбольному, конечно, дайте, они обыграют 4 на 4, я думаю, без проблем. Но 8 на 8 на большое, чуть-чуть разные турниры, им в этом тяжелее. Максим, ваше мнение, вот троечка, кто по итогам чемпионата будет в этой тройке, как вы считаете? В этой тройке? Ну, в тройке, да, кто будет в троечке? Ну, Виннер, Соловейники однозначно. Ну, смотря же, опять же, на сбор Стали, ну, я думаю, Тарамская еще добавит по ходу. Ну, Сталь сможет или все-таки Тарамская будет посильнее, ваша, как бы, такая оценка? Если Стали продолжить хромать со сбором, то, я думаю, Тарамчане их обойдут. Если будет у них сбор, как полагается, со всеми лидерами, то Сталь может еще пошуметь. Вот такая оценка от вас, троечка. Практически с Максимом полностью согласен, мой Соловейники в тройке, Сталь Тарамская. Мне симпатичны обе команды, на самом деле. Сейчас, в данном случае, ты у меня спрашиваешь, кто мне больше нравится? Нет, ну, в футбольном плане, да. Ну, отдам предпочтение Тарамскому, прочее. Ну, так вот, видите, Дмитрий и Валентин вас поддерживают. Ну, на самом деле, хочу сказать, друзья, ну, вот в этом сезоне очень нравится. Обратите внимание, что вот у нас четыре команды, которые набрали по шесть очков. Третье место девять, но это одна победа. Одна победа, и все, ты уже в тройке, как бы, ну, очень плотненько идем. Мне кажется, нас ждут много сюрпризов в этом сезоне и очень хороший состав команд. Поэтому будем с нетерпением смотреть. Есть пульс, есть жизнь, мы идем дальше. У нас есть Игорь Эдуардович, вот, крупным планом дать его. Это основатель футбольного клуба «Де Мари». Здравствуйте, Игорь Эдуардович. Добрый день. Рад вас приветствовать. Добрый день, при хорошей погоде. Да, вот только в это воскресенье у меня, лично я получил такой презент. Это десять лет клубу «Де Мари», такая чашечка, как бы, поэтому вот так вот прикоснулся к этому всему. Вот, вот такая, да, видите, вот такая. Да, да, да. Эдуардович, ну, расскажите вообще, ну, как основался клуб «Де Мари», как давно это было? Вот немножко, давайте, по истории копнем туда. Ну, если по истории копнуть, у меня очень много родственников занимаются спортом, там, разными видами, разными видами спорта, в том числе у меня дочка занимается восточными единоборствами и достигла высоких этих успехов. Ну, так как у меня друзья немножко более подвижные, более мужского, ну, мужского, как говорится, начала, пола, да, Игорь. Ну, футбол самое, да, я в детстве занимался футболом и чуть там больше занимался футболом. Я там слегка наследник футбольных семейных традиций, да. А о чем, что имеется в виду, как бы, более… Ну, у меня тесть играл в команде «Днепр». Ага, даже так, да? Да, ну, это было давно, ну, я вам скажу, он до сих пор жив, до сих пор преподает в Кривом Рагу, учит маленьких деток, там, где-то… Как фамилия? Безбожная. Ага. Анатолий Данилович. Понял. Да, ну, это было давно, ну, как бы, оттуда есть. Потом я был знаком со своими одногодками, чемпионами Советского Союза, из Днепра, да. Эти связи с кем-то нарушились, с кем-то остались, ну, как бы, футбол доминировал, и, как бы, это коллективная игра. Я всегда, как мне когда-то преподаватели, там, говорили, коллектив не всегда хорошо, всегда, как говорится, страдают поодиночке, но коллективная сила, она коллективная. Там сразу выявляются положительные черты характера, отрицательные черты, как в наше время говорили, там, сука, вырезали. Пью, пью, пью. Да. Сразу видно. То есть, вот эти все характерные, и здесь я даже вас хочу поблагодарить, возможность турнира самореализоваться. Если раньше футбол, если вспомнить, ну, вы-то не помните, надо было именно так бежать, надо было именно так идти, надо было такой стандарт, надо было только так пас давать. Сейчас идет самореализация, вы видите. Делай, как хочешь, да, свободно. Да, самое главное был результат. Бегаешь ты, тебе удобно так, бежи так. Пас даешь так, так, да, мы там, как говорится, старики, удивляемся, как ты можешь, удивительно. Я хочу сказать, что даже вот эти игры не большого поля, а вот эти игры 5 на 5, 8 на 8, компактно дают реализоваться каждому футболисту. Он на этом маленьком промежутке может показать себе все, что он может. Вот, и коротко, если на большом поле это ты мяч гонишься от одних, ворот другим, пока есть там время, ну, там совсем другая студия и стадион. А здесь ты жонглер, жонглируй, ты акробат, акробатируй, ты там гимнаст, прыгай, самое главное, не теряй мяч, поддерживай коллектив. Но я вам скажу, что у нас долго доминировало, когда были, например, проигрыши, да, всегда, ну, 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 что ж проиграли. А какая была игра, как было хорошо, а какая команда, а как насквозь все, а положительные эмоции меня как бы успокаивали. Сейчас немножко тенденция поменялась. Интересно, когда игра проходит, и нечаянно выиграть, как говорится. Нечаянно. Да, ну есть такое, есть. Бывает. Спортивно, это случай, да. А тут, как, помните, ну вы не помните, была такая лотерея спринт, по 50 копеек покупали, и вдруг 25 рублей. У вас получалось? Да, получалось. И надо было сразу уйти, сразу уйти, потратить, и ни в коем случае не покупать снова. А вы покупали снова или тратили? Нет, я с выигрышем уходил всегда. Хорошо, давайте все-таки к основанию Демарей, как это произошло, почему Демари, и как давно клуб начал существовать, и с чего все начало? Ну, если это так копнуть, я бы не хотел рекламировать, потому что, я вам честно скажу, вот, когда мы вышли на этот, меня увидели, там, мою футбольную команду увидели, или как бы участникам меня в этой футбольной команде, пусть будет так, но как бы на равных, начали, отдай футболиста. Ну, продать надо было. За три отрельных бюджетов. Ни разу. Я замечал, было, подплачивали моим игрокам, там, они там немножко, как-то, гнидели, да, там, все такое. Было такое. А теперь, ну, Тарана забрали, все, в Буковине он уже, в Черновцах. Так, вот, сегодня он уехал, хорош, а он же играл, он должен был играть, он же начинал еще с 2013 года он у нас играл. В общем, да. То есть, здесь даже старики, бывает, приходят, вот, ну, я же вижу там по лицам, знаешь, и они, эмоций нет, а удовольствие получают, как тот играет, как тот играет, как тот играет. Ну, положительно. В общем, дело, я хотел бы, конечно, еще, как бы, акцент сделать. Почему своих девушек не приводят? Нет, нет, сейчас же нельзя приводить. Сейчас нельзя создавать массовость. Это все, да, после того, как пройдет у нас, будет победа, тогда, там, будем праздники устраивать, а пока, как бы, ну, вот. Ну, хорошо, тогда я скажу рекомендации, пусть будет так. Не дарите больше премиум вино. У нас вратарь, как получил, а он несовершеннолетний, он забежал куда-то в другую страну. Все, принял. Вот это принял. В другую страну забежал. Все, отныне пульс не будет больше спиртное дарить, никакие номинации, поэтому прислушаемся к авторитетам, да. Да, ну, и некоторые спрашивают, ну, какой твой вклад? Ну, вот вы видите, да, там, спортивная команда, там, коллектив, организм. Вот мы новые футболки напечатали. Мне говорят, ничего, но алкоголь. А вы как сами? Заказываю, отрабатываю. Выпиваете, нет? О, вот видите, ноусмокинг. Круто, да, да. Хотя сейчас модно, вот эти электронные, там, на большого размера, да. И вот так. Демари не курят. Ну, многие так и спрашивают, демари. А вообще, демари, это торговая марка, это, по дымоходам. Это оттуда все начиналось. Там, если говорить в корне, слова демари нет ни в русском языке, ни в украинском. То есть, это демари, единственное, когда пчел, знаете, пчелы, в улице, в улице. А я думал, по ним, я думал, вот, на демари это что-то такое, избушка, и стоит сверху дымарь. Это уже как распространенное слово, там, демари. А так, дымоходы, а знаете, как на украинском языке будет дымоход? Никто не знает. Даже украинские эти, знатоки, филологи. На украинском языке дымоход будет комен. Комен. Вот такое просветление. Хорошо. Мы будем сегодня говорить о демарях или нет, как основалось. Мы никак не дойдем к этому вопросу. Как основалось футбольный клуб Демари? Ну, смотрите, ребята активные, которые играли в футбол, которые играли там за разные команды. Им не нравилось, ну, хотелось самореализоваться. Там команда, туда пошел, туда пошел, как бы. И они решили озвучить мне, что так и так, мол, есть количество людей, набрано на мини-футбол, там, 15 человек, там, 10 человек. Хотели бы, вот, как это организовать? Под единым началом, под единой крышей, под единым, как говорится... Брендом. Брендом. Пусть будет брендом. А то слово руководство, это уже коррупция, да, там, или как-то называется, там, совсем уже иначе. И все. Потом ребята турнир осветили. Есть такой турнир, есть такой-то взнос. Желательно, чтобы прилично мы выглядели, правильно? Чтобы футболочки были, чтобы трусики были. Трусики? Носочки, трусики. Нет, ну, вот, ну, ребята увидели новые футболки. Говорят, а-а-а-а... Может, я не доживу, пока трусы закажем. А так, я принимал участие с этими рекламистами. Циферки, цвет, там, все, ну, чтобы выглядели и фотогенично. И самим приятно было. И самое главное, скажу, сразу футболки все забирали. У нас два комплекта. Каждый отыграл, и ушла футболка. Ну, так, как... Да, 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 да. У нас где-то два комплекта, так, раз, и потом я увидел две футболки, продавались на озерке. И с тех пор, если вы видите, когда заканчиваю, я в кулечек все футболочки собрал. Я перестирал. Жене дал в козевки, чтобы стиральный порошок был хороший. Хорошо. От вас месседж вот молодым ребятам, которые вот нас смотрят, им там по 18 лет, по 20. Что можете с плечи своего опыта сказать вот этим молодым ребятам? Ну, ребятам я хочу сказать, что... Ну, такое, знаете, наезженный спорт, это там движение, спорт, это все. Я хотел бы сказать, самореализуйтесь. Где бы вы не принимали участие, в акробатике, в гимнастике, в футболе, самореализуйтесь. Единственный спорт... Ну, я не хотел бы взрослыми словами, там, как бы... Давайте взрослыми. Взрослыми словами. У нас одни молодежи, они уже надоели. Давайте взрослыми, да. Единственное бесплатное удовольствие, богом данное, это занятие спортом. А под этим словом уже подразумеваете, как хотите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!